День воинской славы 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 по указанию, а именно чувство долга, чувство ответственности, чувство за родину. Он сражался до конца, кто-то погиб, кто-то и живой остался, вышел из этого боя, при этом уничтожив много фашистов. Расскажите один какой-нибудь такой подвиг о нашем земляке. Допустим, вот в этом сборнике Тамбовцев, Григорий Прокофьевич, он младший сержант, командир танка Т-34 Атюревского района, село Русское Вялизма, Темняковский район сейчас. Уже в берлинской операции Тамбовцев проявил мужество и беззаветную отвагу в ожесточенных боях с противником, отлично знающим свое дело, совершенствовал владеющим вождением танка. В жестоких боях на подступах к Берлину и в городе Берлин Тамбовцев показал умение вводить танк в бою так, чтобы видеть противника и вести по нему огонь. Боевой счет танка, где был Тамбовцев, уничтоженная самоходная установка, два противотанковых орудия, три станковых пулемета, до 20 солдат, и особенно при штурме Рейхстага 30 апреля 1945 года, решительно вырвавшись вперед и увлекая за собой пехоту, повел свой танк на штурм Рейхстага. Два попадания снаряда в танк не остановили Тамбовцева. Ведя огонь, танк продвигался вперед. Третий вражеский снаряд поджег танк. В горящем танке механик-водитель стремительным броском приблизился к Рейхстагу, обеспечив свободный проход нашей пехоте. Отважный сержант Тамбовцев сгорел в танке, не выпустив из рук рычаги грозной боевой машины. Достоин посмертно присвоения звания Героя Советского Союза, но награжден Орденом Отечественной войны в первой степени. Вот такие подвиги здесь 200 с лишним человек, судя подвигов, показаны. И эти подвиги, получается, они впервые зафиксированы, чтобы в свободном доступе, ни в документах, ни в архивах, да? То есть впервые в этой книге мы можем о них прочитать. Как раз они в архивах есть. Это все документы, все эти материалы, все эти сведения у нас взяты из архивов Министерства обороны. Долгое время они были под грифом «Секретно». Сейчас их рассекретили, выложили в интернет. И на сайте «Подвиг народа, память народа» можно найти и посмотреть эти. То есть каждый может ознакомиться с этим подвигом. Подвиг народа в дни блокады Ленинграда, вот эти 872 дня, очень тяжелые, много шокирующей статистики приводятся уже сегодня, как люди выживали, что они вытерпели. От Мордовии Ленинград был далеко, но тем не менее напрямую тоже коснулся каждого человека. Вот как жила Мордовия эти 872 дня? Ну, во-первых, хотел бы еще раз показать величие этого подвига, подвига ленинградцев. И смотрите, 872 дня. Город держался, город не сдался, город фашисты не смогли взять. Сталинград держался 200 дней, тоже не смогли взять. Московская битва шла 100, где-то 20 суток. Не смогли взять Москву. Тулу не смогли взять. Севастополь 250 дней брали фашисты. И обратно пойдем. Вот это хваленые немецкие, которые многие как бы хвалят. Берлин мы взяли за 16 суток. Вену, это сравнительно с Ленинградом, 27 суток. Прагу 6 суток. Севастополь, если они брали 250 суток, наши взяли за 5 суток. Вот это показатель. И то, что Ленинград держался и не сдался, это, конечно, замечательно. Это великий подвиг. И, наверное, благодаря и самим ленинградцам, кстати, среди жителей Ленинграда были уроженцы тоже многих областей, многих регионов. И солдат, которые защищали Ленинград. По нашим данным, где-то более 5000 человек погибло, уроженцев Мордовии, в боях за оборону и освобождение Ленинграда. Где-то примерно столько же пропало без вести еще. И живые остались, в общем, где-то около 20 с лишним тысяч наших земляков участвовало в защите и освобождении Ленинграда. И, естественно, стороне не оставались. И то, что испытывали ленинградцы, испытывали в полной мере эти ребята, эти наши отцы и деды, которые там сражались. Манин Александр Андреевич, уроженец Дубенского района. Он с первых дней обороны Ленинграда был на Ленинградском фронте, артиллерист, командовал орудием. И до 1944 года. Уже в 1944, в январе, при освобождении Ленинграда, уже пошла операция по освобождению в районе войсковицы. На его орудие шло два танка «Тигра» немецких. Один танк он успел подбить. Потом из второго танка снаряд рядом упал. И пушку повредило, и его самого ранило. Но он, несмотря на ранение, исправил орудие, но не успел выстрелить. Его из пулемета сразили. Его товарищи подбили второй танк. И за это он представлен в звании Героя Советского Союза. И его орудие, вот эта пушка 76-мм, стоит в музее артиллерии в городе Ленинграде. То есть, и каждый гражданин, каждый житель Советского Союза, вот как раз, внес свою лепту. Ну, смотрите, из Ленинграда было много эвакуированных людей. Более миллиона человек вывезли, эвакуировали. И многие попадали в Мордовию, знаемые. Открыты были новые детские дома для детей. И ленинградцев, и Белоруссия, и Украина были здесь. Вот, взрослых людей трудоустраивали, давали им кровь, жилье, пайки. И устраивали на работу. То есть, они трудились. И даже Ленинградский театр базировался в Саранске, был эвакуирован в Саранске здесь. Они работали, давали свои спектакли. И отсюда выезжали на фронт фронтовыми бригадами. Сегодня некоторые такую позицию выдвигают, говоря о том, что о голоде, что он был в Ленинграде, что он был создан искусственно, что было продовольствие, что продуктов было в достаточном количестве, но власти дали такое распоряжение не отдавать людям еду. То есть, это было все сделано намеренно. Вот как вы относитесь к таким высказываниям? Я думаю, это неумные высказывания, необдуманные несколько фактов. В Ленинграде до начала войны, до начала блокады жило 3 миллиона человек. 3 миллиона надо было кормить, поить, обогревать и так далее. 3 миллиона. Миллион вывезли это в течение трех с лишним лет. А большинство населения там было. Плюс к этому добавить где-то 1060-1070 военнослужащих, если не больше, которые обороняли город, которых тоже надо было кормить. И поэтому вот такую массу кормить и то, что люди жили, то, что люди выживали, то, что люди получали продовольствие, понятно, мы и в наше время сейчас что-то ужимается, что-то дорожает, что-то дешевеет. А в то время, конечно, это было сложнее. Плюс были накоплены большие запасы, были приготовлены запасы. Об этом правительство позаботилось заранее. Так называемые Бадаевские склады были набиты продуктами. Но они, правда, были взорваны потом эти склады. И как раз взорвали, и вот это немножко выбило. Тем не менее, снабжение все равно шло. Даже вот 3 миллиона по килограмму, это 3 миллиона килограмм надо каждый день на человека хотя бы. Поэтому то, что Ленинград получал снабжение, то, что Ленинград снабжался разными путями. И по льду, и по воде, и партизаны доставляли продовольствие в город. Вот это, я считаю, что руководство Ленинграда тогда делало все возможное, чтобы обеспечить народ продовольствием. И то, что случился голод, понятно. Вот это, еще раз говорю, причина вот этих взорвенных складов. И, ну, понятно, не давали блокады, есть блокады. Трудно было обеспечивать. Николай Андреевич, вы, я думаю, много общались с блокадниками, те, кто пережил все эти дни. Вот из разговоров с ними, какое вы вынесли впечатление? Благодаря чему они выстояли, благодаря чему они выжили? Знаете, в 80-х годах еще я был в Ленинграде. Ну, просто посмотреть город ездили с семьей. И в гостиницах мест не было. Просто мы искали, где бы переночевать. И смотрим на площадки, детская площадка, сидит женщина, на качелях качается. Вот. Вот подошел я к ней, ну, так и так, пустите ночевать. Ну, я как бы вас боюсь, взрослые люди, пять человек у нас было. Я пойду подругу спрошу. Она пошла за подругой, пришли вдвоем. Ну, само собой, мы паспорта показали все. Вот. И они поверили, во-первых. И взяли одна двоих, одна троих взяла. Вот. И вот я со своей хозяйкой две ночи мы там ночевали у ней. Говорил. Они как раз, она, блокадницы обе были. Вот. И, естественно, об этом тоже. Вот. Молодежь, говорит, вас не возьмет. Даже не суетесь. А вот наше поколение, мы, говорит, это понимаем. Первое, что, говорит, нас... Вот мы выжили, почему выжили? Это взаимопомощь друг другу. Мы помогали друг другу. И продуктами, и добрым словом. И даже когда зима, когда отопление не работали, по несколько квартир объединялись, чтобы обогреть хотя бы одну комнату. Вот. И там ночевали. Вот таким образом. Вот это первое. Второе, мы, говорит, верили, все время верили, что мы, нас не оставят. Все равно блокада будет прорвана. И все равно мы будем вместе со всей страной. И поэтому вот эта вера тоже держала вот эта вера. Поэтому вот то, что они держались, это прежде всего заслуга их. Вот именно дух вот этих людей. Дух советского, русского человека, наверное. И второе, естественно, помощь была все время. За все время блокады не прекращались бои. По порыву блокады с разных точек, с разной, разные операции проводились. К сожалению, не все успешные были. И поэтому так долго затянулась блокада. Год празднования 75-летия Победы. Как его будет отмечать Мордовия? Какие большие мероприятия будет проводить ваш музей, ваше патриотическое движение? Ну, я думаю, у всех на слуху слова, когда еще Владимир Владимирович лет 10 назад, по-моему, 65-летие Победы было еще тогда. Вот тогда он сказал, что каждый следующий праздник 9 мая проводить как юбилейный. И мы смотрим, что в городе у нас конкретно, что каждый 9 мая это особенный, каждый 9 мая торжественный, чем-то отличается. Они по сценарию друг от друга. Тем не менее, все проводится на высшем уровне. Поэтому я думаю, что и в этом году вот эти торжественные мероприятия пройдут на высшем уровне. А что касается преддверия праздника, сейчас работа, ну, с одной стороны, наш музей, наши поисковики работают не на праздники. Мы круглый год в рабочем режиме, на вахте памяти. Поэтому много мероприятий. Ну, в особенности этого года, просто так получилось, что мы запустили интернет-проект «Мордовия. Великой Победе». И на нашем сайте музейном, сейчас он активно дополняется, вот можно найти информацию и «Мордовия. В годы войны», и «Наши герои, как на фронте сражались», и там есть рубрика раздела «Женщины, матери провожали на войну сновей», то есть о женском подвиге. Вот там и семейные династии, будем показывать. Отдельной строчкой выделили женщины Великой Отечественной войны. Мы знаем, более 5000 уроженок Мордовии было призвано на фронт и сражались в разных частях. Поэтому вот такие мероприятия. Ну и, естественно, мы готовы всегда экскурсии принимать. Хотя я хочу отметить, что и очень активно и сейчас идут, и по выходным дням, и в будние дни. И школьники. Буквально вчера я принял заявку детсад сосветных строя хочет привезти своих ребят на экскурсию. Замечательно. Спасибо вам за встречу. И в завершение программы мы просим наших гостей пожелать, сказать слова пожелания нашим телезрителям. Ну, самое главное, наверное, мира, чтобы больше не повторялись такие события, чтобы мы встречались по праздничному поводу всегда. Но, тем не менее, не забывать, не забывать тех, кто одержал великую победу, те, кто добыл победу. А это заслуга не только тех ветеранов, которых сейчас очень мало осталась и их заслуга большая, но и заслуга тех, кто в 41-м году на границе встречал фашистов, тех, кто в 41-м, 42-м остановил фашистский вот эту машину-махину и повернул обратно. Тех, кто в 43-м, 4-м потом добивали, изгоняли. Вот этих юни, кого не надо забывать, в том числе и те, кто были в плену, они тоже внесли свой вклад, они до конца надеялись вырваться из плена и дальше продолжить борьбу. Поэтому вот память об этих людях, наверное, будет нам лучшим подарком для каждого, если мы будем помнить о них. Ну и всем здоровья и процветания. Спасибо вам. И я хочу еще раз напомнить, что у нас в гостях был Николай Кручинкин, директор Мемориального музея военного и трудового подвига. Всего доброго и до встречи в эфире 10-го канала. Редактор субтитров А.Семкин